Всем привет! Сегодня у нас день рождения Эдуарда Вацлавовича. Именно Вацлавовича. Более того, сегодня у нас 28 сентября, и это государственный праздник в Чехии. Это день чешской государственности и день святого Вацлава. Именно поэтому огромное количество чешских мужчин зовут Вацлав. Это не обошло стороной и Эдика папу. Я тоже мог быть Вацлавом. И Эдик мог родиться Вацлавым, но Эдика мама, которая... Папа Эдика болгарин, ой, чех, пардон. А мама болгарка. И вот моя болгарская мама не захотела называть сына Вацлав. Поэтому сын... Родился мальчик, которого назвали Эдуард. И родился он 80 лет назад. Вот. Тем не менее, в Чехии нет отчеств. Но если бы они здесь были, то был бы Эдик Вацлавович. А в Болгарии, когда Эдик жил... А можно Вацлавов? Почему Вацлавович? Вацлавович и по-русски, то Вацлавович. Да. В Болгарии как правильно? Вацлавов. А, в Болгарии. Да, у них же тоже отчество в Болгарии есть. И Эдик, когда ему был, он был маленьким. Он родился в Чехии, в Острове. Не в Праге. И сколько тебе было лет, когда ты уехал? Ну, пять. В пять лет он уехал жить в Болгарию. А в Болгарии есть отчество. Но Эдик чех. И отчества у него не было. И он говорит, что все удивлялись. Как ты живешь без отчества? Как ты на этом свете живешь без отчества? Не, когда-то придумывали какие-то такие... Урады? Урады? Ну, всякие... Блин, я уже слово забыла. Урад. Ладно, говори. Ну, где-то в какие-то канцеларии. Да, в канцеляриях. И когда я говорил, что у меня только две имена... Как это две имена? А имя и фамилия, да? И они... Как? Нет. Как твой папа? Имя твоего папа? Вацлав. Вацлавов? Вацлавов, да. Потому что они мне... Мусили написать в каждую колонку там. А, да, нужно было заполнить каждую колонку. То есть, если папа Вацлав, значит, сын Вацлавов. У нас был бы он Вацлавович, а в Болгарии Вацлавов. Вот. Ну, и так как Эдика не было, то ему придумывали это отчество. Все-таки папа... Папа Эдика, кстати, он был шахтер в Чехии. А в Болгарии он тоже был шахтер? Да. Ну, вот. В общем. И папа был, а отчества не было. И в Болгарии это было очень странно, как человек живет без отчества. А потом, будучи взрослым человеком... Сколько тебе было лет? Что? Сколько тебе было лет? Когда я сюда приехал, а когда сюда приехал? Да, я знаю. 98-98. Ну, в общем, Эдик жил в Болгарии. Окончил там школу. Писать умеет кириллицей. Ему так удобнее даже. Потому что он учился писать на кириллице. С папой говорил по-чешски, с мамой говорил по-болгарски. Вообще со всеми говорил по-болгарски. Но чешский знал. Был гражданином Чехии всегда. И вернулся в Прагу уже в 98-м году. Будучи взрослым человеком. Что Эдик у нас? Помним, ему 80 лет. Вот. Вернулся в Прагу. Ну, вот. И живет в Праге. Я даже еще знаю. Нет, нет, нет. Эдик вернулся в Прагу со своей бывшей женой. Я его не уводила из семьи. Нет, нет, нет. Когда мы познакомились, он был глубоко разведен. Вот. И в 2010 году мы с ним поженились. И с тех пор живем вместе. Вот. Ну, а здесь, конечно, Эдик просто Эдуард. Уже без Вацлавовича. Тем не менее. Сегодня мы идем в город. Мы вам расскажем, кто же такой святой Вацлав. Чем он знаменит для Чехии. Почему этот святой настолько важен. Мы вам покажем много интересных мест еще. И главное. Наши любимые криминальные истории. А мы подсобрали самые интересные, которые произошли за последнее время. И мы вам их расскажем. В общем. А, и самое главное, что я забыла рассказать. Я снимала... В прошлой неделе мы выкладывали ролик из замка Червена Лгота. И там, когда мы были в этом замке, мы рассказывали, что здесь снимали Златовласку. А позже я узнала, что в замке Червена Лгота. В 75-м году прошлого века сняли советскую сказку принцессы на горошине. Я не видела ни советскую принцессу на горошине, ни чешскую Златовласку. Но, тем не менее. Вот так. Кто не был в этом замке, посмотрите этот ролик. Если есть возможность, обязательно езжайте в этот замок. Он очень красивый. Ну, а мы поехали в центр Праги. Приехали в центр. Вышли на улицу. На улицу такая холодина. А я вот в легкой курточке. Я прямо говорю, Эдик, слушай, не то пальто. Поехали-ка мы домой переоденемся. И вот, кстати, пока мы едем домой переодеваться, Я еще хотела рассказать кое-что. Когда Эдик жил в Болгарии, он научился... Ну, так все там делают. Да, Болгарии показывают нет. А нет, да. Вот так. Ну, я думаю, многие знают, кто был в Болгарии. Я говорю, Эдик, а быстро ты переучился? Ну, ты все. Я говорю, как? Вот вообще, как человек может говорить да? Я говорю, ты быстро научился вот этому? Нормально здесь жестикулировать. Он говорит, ну да, быстро научился. Кстати, когда мы часто... Мы раньше очень часто ездили в Болгарию, пока была жива Эдика мама. Эдика мама умерла в 20... В 21 году. Умерла Эдика мама. Мы продали квартиру в Софии. И сейчас реже там бываем. Ну, раньше мы тогда очень часто ездили. И вот все время для меня это была проблема. Вот это вот. Подходим к таксисту. Эдик говорит адрес, куда нас... Ну, типа, отвезете нас там туда-то, туда-то. Таксист. Я разворачиваюсь и ухожу. Эдик кричит, ты куда идешь? И тут до меня доходит. Ну да, таксист же согласился. И вас представляете, как болгары в этом живут? Как они не теряются потом в других странах? И, кстати, еще, что для меня было очень странно, когда мы с Эдиком познакомились. Он знал все советские фильмы. Это, в чем... Ну, как бы, Чехи многие, которые такого, там, 70-80-х годов рождения, тоже знают. Ну, не все. А Эдик прям все фильмы знал. Все советские фильмы, каких-то артистов даже. Я говорю, откуда ты все это знал? Ну, нас фильмы показывали эти. Ну, как вообще, Болгария, конечно, нам намного ближе. Менталитет намного... Я вообще не чувствую с Эдиком разницу в менталитетах. Абсолютно никакой. Ну, благодаря тому, что все-таки он наполовину из Болгарии. Ну, и вырастал там все-таки. Ну, вот эти вот жесты... Ты же, когда жил в Болгарии, ты вот так показывал, да? Да. И нормально для тебя это было? Ну, да. А когда в Чехию приезжал? Ну, так. Перестраивался? Да. Вполне нормально. Не пытался? Не путал? Вообще, природа не тоже. А, природа, да. Ну, и все. Мы пришли к главной... Ну, вот и все. Ну, вот и все. Ну, вот и все. Мы пришли к доминанте Вацлавской площади. Памятнику святого Вацлава. Вот он сидит на коне. Кто такой Вацлав? Почему он так любим всем чешским народом? А вот об этом мы вам и хотим сегодня рассказать. Итак, Вацлав. Давным-давно жили-были два брата – Вацлав и Болеслав. Были они сыновьями чешского князя Вратислава I и его жены Драгомиры. Бабушкой мальчиков была Людмила, жена Боржевое, первого христианского князя Чехии. Людмила и Боржевой около 871 года приняли христианство, в то время, как многие чехи все еще оставались язычниками и были очень недовольны проводимой христианизацией. Поэтому в княжестве то и дело поднимались восстания, которые новоиспеченный князь-христианин очень успешно подавлял. Поэтому многие все-таки принимали христианство, в то время, как некоторые продолжали оставаться язычниками, ненавидя христиан. Одной из таких непримиримых язычниц была невестка Людмилы и мать Борислава I и Вацлава, Драгомира. Старшего из братьев Вацлава воспитывала бабушка-христианка Людмила. А вот младший Борислав был на воспитании у матери, язычницы. Вот так и получилось, что два родных брата воспитывались в абсолютно разных традициях. Вацлав рос в любви к христианству, а Борислав в нелюбви к новой религии. После смерти Бурьевоя чешским князем стал отец мальчиков Вратислав I. Но на троне долго он не задержался. И когда Вацлаву исполнилось 8 лет, Вратислав умер. И маленький Вацлав оказался чешским князем. Из-за малолетства правителя управление княжеством взяла на себя Людмила, став регентом при 8-летнем внуке. А вот Драгомира очень не любила и христиан, и свою свекровь. Поэтому отправила двух убийц на княжеский двор в Тетин. В ночь с 15 на 16 сентября, выломав двери дворца, убийцы ворвались к Людмиле, когда она молилась в домашней молельне, где ее и задушили. А в качестве орудия убийства они использовали вуаль княгини, которая впоследствии станет ее символом. Людмилу похоронили по христианскому обычаю, а вот на месте ее захоронения начали происходить чудеса. Прозревали слепые, коснувшись могилы, больные выздоравливали. Позже Вацлав перенесет останки бабушки в Прагу и положит их в базилики святого Иржи на Пражском граде, где они покоятся и по сей день. Позже ее голову отделят от тела, и сейчас она хранится в золотом шлеме вместе с другими великими чешскими реликвиями. В соборе святого Вита, главном храме Чехии, заложенным внуком святой Людмилы, святым Вацлавом. Но это будет позже. А пока давайте вернемся в то далекое время, когда Вацлав, тяжело переживший потерю бабушки, изгнал свою мать Рагомиру в город Будич. Но вскоре князь, воспитанный святой Людмилой в христианских традициях, вспомнил заповедь о почитании родителей, раскаялся, призвал свою мать обратно в столицу и окружил почтительной заботой и любовью. Именно тогда сердце Драгомиры было тронуто добротой сына христианина, и она осознала весь ужас совершенного ей преступления и искренне обратилась в христианство. Вацлав же, став князем, начал ревностно вводить христианство на территории Чехии. А в 930 году князь Вацлав основал ротонду святого Вита, предшественницу главного собора Пражского Града. И пока мудрый князь Вацлав управлял княжеством, его родной брат Болеслав на берегу Эльбы построил замок, который назвал своим именем Болеслав. Воспитанный матерью в языческих традициях, Болеслав не любил брата-христианина и очень завидовал ему, да и вообще был человеком буйным и жестоким. И вот однажды он пригласил брата на крестины своего сына и заодно на освящение нового костела. Вацлав с радостью согласился. Он приехал, покачал племянника на руках, встречу отпраздновали застольем. А на следующее утро было запланировано освящение костела. Только вот Вацлав, добрая душа, не знал, что родной брат задумал черное дело. Болеслав подкупил нескольких головорезов и утром, 28 сентября 935 года, у входа в костел Болеслав и его подельники ждали ничего не подозревающего князя. Увидев брата, Вацлав обрадовался и с улыбкой произнес. «Вчера, брат, ты меня хорошо угостил, а сегодня я угощу тебя еще лучше!» — воскликнул Болеслав и обнажил меч. Так и погиб на пороге костела в городе Староболеслав добрый чешский князь Вацлав. «Все подданные оплакивали смерть князя. Он был хорошим и справедливым правителем. Он не любил насилие. Мы жили мирно. С Болеславом все будет иначе. И они оказались правы». Во время правления Болеслава все стало гораздо хуже. Начались войны, голод и страдания. Люди постоянно вспоминали доброго Вацлава. А потом и вовсе начали распространяться слухи, что он вернулся к жизни и с рыцарями живет на горе Бланик. А когда на чешской земле дела станут еще хуже, он придет и спасет свой народ. А вот, взойдя на престол, Болеслав, как ни странно, начал активно способствовать причислению своего брата к лику святых. В 938 году по приказанию Болеслава останки Вацлава были перенесены в Прагу, в ротонду святого Вита. Вскоре Вацлава стали почитать как святого и приписывать ему посмертные чудеса. Вацлав стал первым канонизированным чехом. В 1346 году чешский король Карл IV получает от папы Климента VI специальную грамоту на изготовление новой чешской короны, которую посвящает святому Вацлаву. Корону изготавливают из чистого золота весом почти 2,5 килограмма. Ее украшает 96 драгоценных камней, 19 сапфиров, 30 изумрудов, 44 шпинеля, 1 рубин, 1 рубелит, 1 аквамарин и 20 жемчужин. Некоторые сапфиры, вкрапленные в корону, принадлежат к числу самых крупных в мире. Все эти камни Карл IV выбирал лично. Более того, в корону был помещен шип стернового венца Христа, который обладает, согласно преданиям, священной силой. Дальше Карл IV просит римского папу сделать буллу, где будет прямым текстом сказано, что любой незаконный наследник, покусившийся на эту корону, будет проклят. И где должна покоиться такая драгоценная корона? Конечно же, непосредственно на черепе святого Вацлава в Праге, в соборе святого Вита. С тех пор корона много раз меняла свое место. Ее хранили в соборе святого Вита на черепе Вацлава, потом она переехала в Карлштейн, потом в Вену, потом вернулась в Прагу. Но надевали священную реликвию всегда только законные потомки. И лишь однажды человек, не имеющий отношения к королевским потомкам, рискнул надеть на себя и своего сына корону. Это был нацист Гейдрих. Что было дальше с ним, думаю, многие знают. Он был убит чешскими патриотами, а вскоре и его сын погиб в автокатастрофе. В 1962 году корону святого Вацлава объявили национальным памятником культуры. Хранится она по-прежнему в соборе святого Вита. К слову, корона святого Вацлава входит в число четырех старейших сохранившихся корон в Европе. А еще она никогда не была собственностью чешских монархов или чешского государства, потому что по желанию Карла IV и в соответствии с булой папы римского Климента VI от 1346 года, корона принадлежит только святому Вацлаву. А вот сам святой Вацлав стал символом чешского государства и вдобавок покровителем вина и пива. Святого Вацлава за пределами Чехии почитают и католики, и православные. И его бабушка Людмила почитается святой как у католиков, так и у православных, и является покровительницей бабушек, матерей и христианских учителей. А еще, конечно же, главным монументом страны, который встречает всех туристов и жителей города, на центральной площади чешской столицы является памятник, посвященный святому Вацлаву на коне. Текст на постаменте гласит «Святой Вацлав, герцог земли чешской, Государь наш, не дай погибнуть ни нам, ни детям нашим». В 1894 году состоялся конкурс проектов нового памятника святому Вацлаву, участие в котором приняли восемь скульпторов. Окончательный выбор предстояло сделать между двумя проектами, отобранными в последний тур. Один из них представлял князя в облике кроткого благословителя чешского народа, второй же изображал его на коне в боевом доспехе. В итоге утвердили последний вариант, автором которого был скульптор Йосиф Мысульбек. И спустя более трех десятков лет после утверждения, а точнее в 1912 году, великий князь предстал в окружении статуй трех чешских святых – Людмилы, Прокопия и Войтыха. А спустя 12 лет скульптурная композиция была дополнена фигурой святой Онежки. В 1995 году памятник был внесен в список всемирного исторического наследия Чехии и получил статус национального культурного достояния. Ну и вообще перед Вацлавом, перед Святым Вацлавом на Вацлавской площади Часто происходят революции. Одна из таких революций происходит именно сейчас. Да и бархатная сделала. Ну бархатная тоже здесь была. Но сейчас здесь происходит революция. Конкретно сейчас. Это мини-революция. Эдик, ну ты… Вот да, мини-революция, но революция. Сейчас нам ее покажем. Значит, эта женщина, вот этот одиночный пикет, она протестует против… Не, она хочет, чтобы Влада… Влада. Ну не наша Влада, а вообще по-чешски Влада – это власть. Да, власть. Чешское правительство отказалось от четырех ядерных бомб. Да, в общем, чтобы чешское правительство отказалось от четырех ядерных бомб. Какие конкретно ядерные бомбы есть у чешского правительства, мы не знаем. Но эта женщина требует немедленно отказаться от четырех ядерных бомб. И там так и пишет, что этот пикет будет длиться до тех пор, пока ее требования не удовлетворят. А вообще вся Востовская площадь сейчас один большой ремонт. Он там работает. Стран какой-то. Вот здесь все перерыли. Ну, здесь революция. Вот так вот. Потому что здесь хотят пустить трамвай. Ну, а мы идем дальше. И вот, смотрите, нам здесь показывают, как будет выглядеть скоро Востовская площадь. Здесь будет ходить трамвай. Вот, видите? Вот так-то. Сегодня в честь праздника большие магазины закрыты. Типа продавцы этих магазинов должны праздновать. Больше, чем 200 квадратных метров. Книжные там открыты. А, кстати, очень много продавцов из этих больших магазинов не сильно-то довольны такими вот закрытиями. Потому что многие хотят денег заработать. Этот выходной. День Святого Вастова и Чижской государственности – это не Новый год и не Рождество. Что прям все мечтали. Ну, понятно, книжный магазин закрыт, окей. Ну, и супермаркеты большие все-то выкрывались. Вот так вот. При этом все рестораны, например, открыты. То есть официанты должны работать, а продавцы нет. И строители, кстати, работают. Смотри, строители должны работать. На них этот праздник не распространяется. Вот стоит человек. Тоже ждет, что кто-то зашел в ресторан. А магазин, вон, СНД, впереди, да? Он закрыт. А этот рядом открыт. У них 190 квадратных метров. Да, здесь меньше, чем 200 квадратов он может работать. Здесь больше, чем 200 квадратов все. Продавцы ушли праздновать. А вот может как раз таки продавец из магазина, в котором 190 квадратных метров, очень любит этот праздник. И он бы как раз таки мечтал отпраздновать. Да. и как уже по традиции традиционно сегодня очередная криминальная сводка вот выбрали три истории три криминальные истории итак одна история такая прямо на тело очень много споров в комментариях история следующая ночью в праге два туристов что-то не поделили это было в самом центре города и один турист другого туриста ударил по голове бутылкой водки именно так бутылкой водки ударил по голове и тот которого ударили упал и умер этот вроде бы сбежал если правильно помню смысл событий смысл трагедии рассчитывал видимо что его не найдут потому что он на пару дней буквально приехал в чехию в прагу на всяком случае но его нашли арестовали и сейчас как бы все таки все таки а в общем сейчас все толерантные ужасно и никак в ни коем случае нельзя говорить какой национальности был этот турист откуда он приехал ну и в комментариях там начали а бутылкой водки но ясно кто это было намекают что это украинцы что один украинец ударился никто не знает кто кого один погиб другой в тюрьме сейчас будет сидеть и конечно же многие прям уверенно что это были украинцы кстати я в этом сильно сомневаюсь что это были украинцы я не думаю что это были украинцы по той простой причине что это были туристы украинцы либо здесь живут беженцы всякие они уже не туристы потому что они не живут в отелях они живут в квартирах да и вообще как бы правильно это такой город который очень любят например британцы и вот поверьте так как напиваются они ни одним славянам их не обогнать особенно особенно они очень себя любят приезжать на всякие мальчишники наряжаться каких-то идиотов и ходить пьяными по городу очень много кстати чехов недовольны этими туристами из британии что вести себя не точно не умеет я не знаю если был турист из британии но я сомневаюсь что это был турист из украины и вообще прям голословно обвинили туриста сказали назвав его украинцев при этом чехи сами бухают дай боже и вот следующая история как раз собой криминальная история и она такая что в чехии столкнулась два поезда столкнулась два поезда в чем проблема в чем что почему это произошло потому что в одном из поездов этим поездом управлял ученик без опыта человек абсолютно виноват кстати был он этот ученик инструктор который был с ним где-то либо отошел либо не наблюдал либо отвернулся в общем ученик сам был и вот он допустил какую-то ошибку и из-за этого поезда столкнулись но во втором поезде машинист он не виноват в трагедии но ты не так и там как-то живы все он не виноват в трагедии но он был смертельно пьян вот и все просто человек вышел на работу смертельно пьяным и вел поезд ну виноватым он да он не был виноватым может быть он все благополучно доехал из точки а в точку б но на его беду попался ему молоденький машинист ученик вот так из этого столкнулись два поезда и поэтому не надо говорить что только из наших бывших советских республик пьющие люди ничего подобного я знаю что и чехи много очень пьют и тому много доказательств но то говорю так как пьют вот люди из вот британцы до этих до крают как черти это это ужас самая отвратительная туристы вправе да это вам каждый чех подтвердит но я не знаю кто убил бутылкой водки по голове ну а третья история мы расскажем чуть больше вот она мне не то что больше понравилось но она очень поучительная ну идемте дальше и еще прежде чем уйти забыла сказать что мы хотим сегодня еще рассказать тоже криминальную историю которая произошла давно в праге и именно из за того что произошло даже была придумана награда названная именем одного из героев этой истории эта заслуживает того чтобы ее знать и мы пойдем на то место где это все произошло и тоже расскажем это интересная история ну печальная но интересно идем дальше вот народ фотографируется мне напоминает эту как старые фотографии были еще внизу должны лечь люди знаешь такие внизу лежит два человека головой голова вот а ведь вообще когда-то кавка был очень не востребован прагой лишь если не ошибаюсь 90-х годах прошлого века они вспомнили по большому счету и вдруг он стал культовым писателем ну да кстати да у нас у нас же кавка у нас же все-таки был кавка кстати мы были в августе 24 августа да это было мы ночевали в отеле в одном замке это видео есть на канале в одном замке мы ночевали который переделан под отель в городке который обожал кавка и вообще после этого я даже после того как мы там переночали там все пропитано духом кавки и вот после этого я как-то кавки начала иначе относиться до этого мне он вообще никак не интересовал вот ну интересный персонаж очень кавка ну куски книги я его пока не могу осинить ну а мы тем временем погода стала лучше и мы пришли вот а мы пришли на карлова на месте карлова на месте к площадь карла потому что однажды именно на этой площади произошла одна история но прежде чем рассказать историю которая здесь произошла в 2005 году мы расскажем историю которая произошла совершенно недавно и эта история очень очень поучительная и так недавно в чехии накрыли банду преступников банду мошенников что это была за банда это были молодые люди от 18 до там 20 с копейками совсем маленькими копейками лет это были люди из украины что они сделали они я думаю это было все на протяжении года этих год мы их видели до того украинцев вот этих под магазинами где-то который попрощайки да да где-то на протяжении года они стояли под супермаркетами завернувшись естественно украинские флаги которые сейчас служат к берегам или символом того что вам должны многие так считают во всяком случае вот они стали завернувшись в эти флаги под магазины под супермаркетами в праге в руках у них была прозрачная коробочка на коробочке была фотография ребенка украинского потом-то девочка была какая-то может быть даже это было бы детская фотография одного из участников группировки на фотографии была девочка веночки как сейчас все хотят чтобы увидели украинских детей ребеночек в веночке в вышиванке дети украинские начали выглядеть все должны быть вышиванки в веночке и на фоне чистого голубого неба вот этот ребеночек у них на достаточно фотографии и надпись была помощь детям украины ну помню когда-то это увидели еще впервые стоит такой мал молодой мальчишка совсем лет 18 от 18 до 20 вот он такой худенький нормально одет неплохо был и помощь детям украины а я еще такая смотрю мы с эдиком идем как раз магазин шли в супермаркет и я говорю ну блин но это же лажа что это такое понятно что я могу так встать вот так там платочек надену вышиванку на венадену флаг завернусь и буду говорить миссы на передове ну подучу украинских там чуть-чуть миссы на передове подайте на видео ему то его хлопцем на сигарет и на тепловизор и да мне тоже надо бы подавали главное главное чтобы украинский флаг в этом в этом случае но и главное что чехи точно не подают потому что мы еще посмотрели один раз мы сидели смотрели как будто не попрошайничают а это было просто вот как при приходим в супермаркет стоит у входа у входа в супермаркет стоит и мы один раз специально смотрели подает ли чехи люди которые заходят не подавали одно дело что говорят политики другое дело что говорят обычно и все что думают те жители чехии но никто не хочет уже никому помогать помогали в свое время там в первые дни когда у людей был шок давали квартиры бесплатно для проживания беженца потом правда выяснилось что в сном эти все беженцы были из абсолютно мирных областей потом даже начали через первые дни это было кошмар что здесь происходило машины с украинскими номерами стали на неположенных местах там где чеху в голову не придется парковать машину украинцы парковались потому что они священные их нельзя не штрафовать не делать им замечания они беженцы потом в итоге чехи выучили карту украины и даже прям публиковали посмотрите откуда эти беженцы там что его на франковская область волынская область закарпатье один раз только я видела такую несчастную машину мы вообще машины все были дорогие один раз я видела машину которая была действительно такая жигуленок не аж там до слез стало этого человека который на не при доехал до праги это был побитый убитый жигуль такой старый и номера у него были харьковские и вот мне я прям поверила что это действительно беженец не прям стал на васовской площади возле центра где раздавали гуманитарную помощь и кстати об этой гуманитарной помощи в центре города начали тогда в первые дни раздавать гуманитарную помощь потом где точно протяжении полугода местные ну строители из украины которые здесь живут по много лет друг друга и только друг друг они ко мне приходили там что я кое-какую работу делаю для какую-то помощь некую помощь оказываю иностранцам здесь еще приходили мне от чистой души у меня меня угощали этой гуманитарной помощью потому что они там все пошли брать гуманитарную помощь я украинец мне положено разрешили ездить беженцам метро я как в больнице сижу в чешском метро бесплатно разрешили ездить в фражском украинце вспомнили что у них где-то лежат украинские паспорта попрятали свои чешские документы там у кого гражданство у кого пмж достали украинские паспорта и начали ездить бесплатно в метро в общем было позорище то что здесь было в первые дни вот там начало марта это даже не первые полгода это был позор вот этого потом очень тоже большой позор был когда началось лето и вот эти беженцы и вот эти беженцы которые сюда приехали за помощью который там в очередь стояли за гуманитаркой которые требовались к себе жилья повезли домой детей на ли это не повезли детей на войну по сути и все же это чехи видели все все поняли пропал этот азарт помогать вот и конечно мы специально вернусь к этим преступникам молодым чехи нет ни до мужа кто-то крайну крайне редко я вообще честно говоря не знаю чехов которые сильно бы хотели сейчас помогать и вообще там как-то поддерживать кому-то может эти слова не понравится но это так есть конечно те которые там думают иначе но в основном люди все как бы мнение правительства и обычных граждан очень отличается друг от друга так вот и мы сидим с одеком смотрим кто-то подаст никто не подавал тем не менее эти люди действительно просили деньги и для детей украины абсолютно ну как мне нет они просили для детей украины они же есть дети украина кто они они дети украины и не эти деньги тратили на себя они потом когда все это выяснилось посмотрели их счета сколько денег прошло через и счета и вот несмотря на то что чехи не давали у них было по несколько миллионов на ну прошло через их счета миллионы миллионы прошли чешских крон эти люди это молодежь компания они отдыхали в дорогих отелях по европе покупали все дорогие вещи в общем наслаждались жизнью наконец-то и как бы я знаю кто я догадываюсь кто кто и кто им жертвовал потому что я здесь давно живу знаю много беженцев которые прибежали сюда и я не имею ввиду женщинами иду мужчин вот они такие все как сказать по-украински патриотично на что вы не патриотически настроена не очень любят украину они там кричат вот мы дойдем до москвы вот мы там перемога будут и когда им задаешь вопрос и когда им задаешь вопрос а почему-то не там почему примога буду я но не благодаря тебе вот почему ты здесь ее ожидаешь не нужно охранять дальние чешские рубежи езжай туда на передовую там рассказывай они говорят каждый должен заниматься своим делом кто-то там на передовой а я вот здесь буду донатить потому что если никто не будет донатить то тем более перемоги не будет может мы даже делаем еще больше одно дело да там они себя подумаешь и ю ю ю а вот мы денежки свои отдаем я знаю таких людей они наверное для очистки совести этому конечно я уверена не донатят там дают вот таким вот детям которые стоят просят для детей украины отправляют там на какие-то спутники которые потом никто нигде не видел я тоже знала здесь 1 одну женщину которая в первые дни да все началось она начала собирать деньги на тепловизор я не думаю что она знает где продаются тепловизор вообще знаю этого человека уверена что потратила москве на телевизор себе домой и не только на телевизор и точно не на тепловизор вот эти потратили на и как бы в чем их обвинять в том что они ворвали как бы ворвали они просили да а я считаю правильно все они делали но почему пока на свете есть дураки почему этим не пользоваться если человек все еще верит что когда кто-то просит чего-то для украины что это действительно идет куда-то то это человек дурак как бы эти молодые люди они просто брали пример с того же президента их вообще их воспитала украина вот они брали пример с людей которые столько военно которые сидят в верховной ради которые стали миллиардерами за это время этих людей детей этих воспитала украина 30 лет страну обворовывали 30 кто-то верит в того что 30 лет эти люди грабили не только не конкретно вот тут который сейчас у власти на все все кто управлял этой несчастной страны 30 лет государства грабила своих граждан а тут вдруг перестала поэтому дети которые выросли в таком государстве да у них уже менталитета не знаю что на этом нужно очень много людей на этом наживалась очень много людей здесь игру я знала те которые здесь собирали деньги никуда их не отправляли эти молодые люди не стали исключениями тесто что их конечно поймали и и им грозят сейчас сроки очень посадят и я мне даже и какой-то степени же они ничего другого не умеют вот они так умеют вот их так научили как научила их родное государство вот они надели эти флаги и как это флаг это же я помню что начале тоже это было где-то в мае месяце 22 года у меня здесь одна знакомая хорошая она издана с донецка ну в чехии живет с конца 80-х лет что очень много лет и мы с ней сидели в парке в одном и тут как раз вокруг очень много тогда было западная украина в основном это беженцы беженки с деточками с детьми и мы сидим с ней на скамейке разговариваем рядом с нами сидят девушка молодая как она говорила с галецким акцентом по-украински рядом с ней сидела женщина постарше видимо ее мама они между собой чем-то общались и ребенок девочка лет пять и эта девочка но она просто возле нас время было мне не мешает этот ребенок ну когда мы говорим девочка по ногам стучит нам сумку начинать начинает лезть ну просто ведет себя ужас как и моя подруга она поворачивается к этим двум а мы что мы говорим сами между своей по чешскому что они вообще ничего не слышали ничего не понимали и она поворачивается по чешским говорит уберите ребенка ну то поняла что он ей сказали по чешски она говорит не умеет она может дарить и по-украински и она вываливает глаза и говорит мы из украины мы из украины то нам все можно как вы не понимаете вот и эту же я такая офигела говорю ну я тоже будет с этим делать что будем делать с этой информации вот поэтому эти решили раз мы из украины раз мы в украинских флагах то значит мы должны все давать а мы будем жить как бы они своего рода символизируют это государство которое ворует и я надеюсь многие понимают что лучше туда денег не давать кому-то может это не понравится но я считаю что именно так особенно когда посмотришь на этих больниц вокруг меня больницы когда посмотришь на этих слуг народа которые уже в некоторых лица скоро в телевизор помещаться не будут когда посмотришь на этих некоторых так называемых военных которые мне кажется на передовой то никогда не были зато у них роликс на каждой руке за время войны появились понимаешь что кому война кому мать родная я помню когда рванула плотину каховскую херсон затопила и там тоже волны не волонтеры какие-то блогеры срочно собирали деньги на фонд херсонов фонд херсон мне на фигура интересно где этот фонд не слышала никакой помощи для жителей которые там остались ладно это все лирика а вот теперь мы вам расскажем историю которая здесь произошла в 2005 году это очень такая печальная история в общем мы пересели на другую скамейку потому что мы пришли как раз туда где произошла история о которой может не все знают произошло это в праге на карловом намисти на карловой площади вот видите здесь фонтанчик такой и произошло это именно здесь вот на этой скамейке которая перед нами на этой скамейке сидела девушка сидела девушка молодая совсем и к ней подошел человек этот человек на нее направил пистолет и говорит идемте со мной девушка испугалась говорит я сами никуда не пойду вот моя сумка вот тут мои вещи берите себе что вам надо но оставьте меня в покое но он не уходил он говорит нет вы со мной пойдете она испугалась конечно и в этот момент мимо шли люди много людей шло это парк все-таки центр города и и она начала кричать помогите на ее крик отозвался человек мужчина молодой он шел с коляской краски был его ребенок если правильно понимать краски совсем маленький ребенок был . вот этот человек подошел к этой скамейке на которой сидела девушка и вот этот человек с пистолетом был рецидивист потом как выяснилось он подошел к скамейке говорит девушка чем я могу вам помочь в ответ на это этот рецидивист пистолетом направил на него пистолет и два раза выстрелил все время молодой человек который хотел помочь умер больнице а рецидивист сбежал его долго искали он прятался каких-то землянках но в итоге него нашли нашли и посадили мы сдали какой-то срок или что не знаешь 25 лет чем дали 25 лет но с тех пор каждый год и существует теперь такая премия время имени этого человек а эколог賽 τον аллей михал величик михаил величик теперь имени михала величко существует премия его имени который каждый год награждают за героические поступки не профессионалов вот если не то что там бы пожарники потушили пожар нет а если вы не профессионал совершили годы героически поступок вас наградят этой прем polítами имени Михаила Велишко. Вот такая история. Человек заступился и погиб. И, кстати, вот именно такие истории иногда плохо работают в том плане, что после этого другой человек побоится заступиться за кого-то. Вот, как говорю, была история совсем недавно в Праге, когда велосипедист сумасшедший напал на женщину. И мы рассказывали уже об этом. Это было в центре города, это было возле Карлова моста. Никто не заступился. Хоть видели, как он ее избивает. Вот так. А этот парень заступился. Его уже нет. Вот такая история печальная. А сейчас информация для тех, кто любит приезжать в Прагу, идти на Карлов мост и там загадывать желание. В Праге есть еще одно место, которое тоже очень такое загадывочно желательное. Но оно тайное. Оно тайное. И поэтому, вот никому не рассказывать, это будет наша тайна. Сейчас мы вам покажем это место. Находится оно на месте републики, на площади республики. Здесь есть одна статуя. Сейчас мы вам ее покажем. Когда-то эти статуи стояли на Карловом мосту. Потом их спрятали сюда. И вот вот эта статуя исполняет ваше желание. Не верите? А вот это благодарности. Видите? Спасибо за сына. Люди пишут. Даже спасибо за экзамены. Да. Спасибо, спасибо. Вот. За свадьбу. Да, спасибо за свадьбу. Спасибо за помощь. Ну, опять спасибо за сына. Спасибо за то, что выздоровела мама. При помощь на университете. Где? Да. Спасибо, что помог в университете. Тадеушку... Тадеуш... Ну, у святого зовут Тадеуш. Тадеуш, спасибо, Анна. А, кстати... Я тут еще видела... Что ребенка назвали так же, как эту статую. Кто-то написал, сейчас пропустил. И вот это все, все благодарность, которую люди пишут за то, что эта статуя, этот святой Тадеуш в чем-то помог. Кому в чем? Смотрите, там уже места нет на том месте. Тут уже новенькие появились. Спасибо за красивую и здоровую внучку Эму. Спасибо. Спасибо за Адама. Спасибо за выздоровление. Спасибо. Спасибо, что меня услышал. Спасибо, что услышал мою просьбу. Вот так вот. Так что... Приходите сюда, загадывайте желания. Вот на этом все. Вот и все. Мы идем сейчас в ресторан, потому что у нас именинник. Идем праздновать день рождения. Ну, Лада... Я тоже иду праздновать. В общем, в следующий раз Лада придумает новые криминальные истории. Создадим, что ли? Или сами их сделаем и вам расскажем. А может, найдем новые интересные места и вам покажем. Так что, не теряйте нас. Пока. Пока-пока. Спасибо. Жив hou. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok